Украшение в стиле уличольских мотивов которые мы с вами делали до этого наш мастер-класс будет довольно-таки длительным и очень насыщенным информацией поскольку мы с вами все проделаем от начала и до конца и не важно, начинающий вы мастер либо же вы уже довольно опытная мастерица либо мастер, вы сможете повторить это украшение от начала и до конца наш мастер-класс будет состоять из 5 частей в первых двух мы с вами научимся делать цветочек вот этот вот симпатичный волнистый цветок он состоит из нескольких слоев вы это можете сейчас видеть и у него вот такие вот интересные окончания которые дают нашему цветочку волнистую текстуру в следующей части мы с вами доделаем внутренние снизки а также сделаем вот эти вот маленькие элементы которые у нас будут служить декором на нашем поясочке в четвертой части мы с вами научимся делать вот этот вот центральный поясочек от начала и до конца и в последней части мы с вами соберем все элементы между собой и закончим данный цветочек, данные украшения я уверена, что несмотря на то насколько давно вы занимаетесь данным видом искусства вы точно сможете повторить данные украшения итак, друзья мои, я приглашаю вас на просмотр материала который будет необходим для данного мастер-класса подписывайтесь на мой канал и проходите на мастер-класс итак, друзья мои, вот тот материал который мы с вами будем использовать в данном мастер-классе это 3 оттенка зеленого от самого светлого до самого темного имейте в виду, не берите в данном случае номера бисера, которые идут по порядку потому что, во-первых, они будут сливаться во-вторых, это будет некрасиво смотреться на готовом изделии хотя бы через 2-3 номера нужно перепрыгивать к сожалению, у меня не сохранились номера вот этого среднего зеленого и вот этого самого светлого номер вот этого самого темного 53-240 если вам интересно, можете взять точно такой же он один из немногих цветов, которые производства Чехии они матовые и они самые темные зеленые он такой вот почти даже чем-то может отливать синевой но тем не менее, он очень зеленый я не знаю, сейчас передает ли камера он такой вот как раз самый насыщенный темно-зеленый цвет также базовый цвет у нас черный он в любых украшениях, в любых уечерских цветах должен присутствовать всегда спрашивают, можно ли заменить черный цвет черный цвет заменить можно если вы найдете подходящую альтернативу именно черному он должен быть разделением и не нужно бояться того, что это черный цвет в племени уечер, в их традиции, в их культуре черный цвет это не так, как у нас цвет траура у них черный цвет это цвет земли и цвет плодородия поэтому он у них используется абсолютно везде на любых панно, на любых украшениях на любых браслетах абсолютно везде, везде, везде у них используется черный цвет как базовый также может использоваться белый цвет тоже как базовый Но белый цвет в контрастных украшениях не красиво, не гармонично смотрится. Поэтому я все-таки рекомендую вам использовать черный. Еще один цвет бисера, который нам будет необходим, это желтый. Можно использовать также белый, если вы более консервативный и хотите более приглушенный вариант данного украшения. Но поскольку мне захотелось больше красок, я решила использовать желтый. В моем случае это насыщенный матовый желтый цвет 83-130. Также я буду использовать два оттенка синего. Еще имейте ввиду оттенки синего. Можно взять голубые, два оттенка, идущие через два, через один, через два номера. Даже не через один, через один это будет сливаться фактический цвет. Желательно через два номера. Можно использовать синий, можно использовать голубой. Но если вы используете синюю гамму, используйте синий светлый и синий темный. Если голубую, то используйте голубой светлый и голубой темный. Никогда не мешайте голубой с синим, потому что, во-первых, это будет не очень гармонично сочетаться. Во-вторых, в принципе, просто не особо красиво смотрится. В моем случае номера синих оттенков это 33-00 и 33-020. То есть, как раз через два номера идет ихняя сортировка. Вроде бы, по материалу рассказала вам все. Ссылочку на магазин, где я покупаю бисер, я вам оставлю под видео. Также под видео оставлю вам ссылочку на ниточки, которые я использую. Это очень часто спрашивают. И еще помните, что если вы будете там заказывать бисер и введете при заказе промокод RTV, то вы получите дополнительную скидку в размере 5% на абсолютно весь ассортимент товара. Промокод я вам тоже оставлю под видео. Вроде бы, по материалу рассказала вам все. Давайте приступать к первой части нашего с вами мастер-класса. Итак, друзья, для начала нам необходимо сделать первый набор. Первый набор состоит из 12 бисеринок черного цвета. Подтягиваем их ближе к началу нашей работы. Вот так вот я закручиваю на пальчик и прохожу иголочкой снизу вверх. Так, чтобы у нас, когда мы затягиваем, получилось кольцо. Вот такое вот колечко у нас должно получиться. Дальше вот эти два края ниточки мы завязываем на узелочек. Узелочков должно быть 3-4. Больше не рекомендую, потому что будет видно. Меньше не рекомендую, потому что может распуститься в ходе дальнейшего плетения. Вот я завязала 3, завязываю последний, четвертый. И вот этот край ниточки маленький, который нам уже не нужен, мы попросту обрезаем. Дальше. Берем иголочку и начинаем наше плетение. Проходим иголочкой через первую бисеринку, которая у нас идет после узелочка. Дальше. Набираем 5 бисеринок синего цвета. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бисеринок того цвета, который у вас темнее. Мы начинаем с темного и переходим к светлому. Дальше. Пропускаем ту бисеринку, с которой выходит ниточка. Пропускаем следующую, идущую после нее. И через вот эту бисеринку мы с вами проходим иголочкой. Подтягиваем. Далее. Снова набираем 5 синих бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем опять же ту бисеринку, с которой выходит ниточка. Пропускаем следующую, и через одну, через вот эту, мы с вами проходим иголочкой. Подтянули. Далее. Повторяем то же самое, что мы уже проделали. Снова набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку. Подтянули. Далее набираем снова 5 бисеринок. И проходим иголочкой опять же через одну, после той, из которой выходит ниточка. Подтянули. Всего у нас с вами должно получиться 6 таких лепесточков. Сейчас, на данный момент, у нас их 4. Значит, мы еще разочек набираем 5 бисеринок и проходим иголочкой через вот эту бисеринку. Она вторая после той, из которой выходит ниточка. И в последний раз в этом ряду мы набираем с вами 5 бисеринок синего цвета. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался. А также через 2 бисеринки синие, которые идут сразу же после нее. Вот так вот. Вот, друзья, что у нас с вами должно получиться. Подтягиваем ниточку. Вот такой вот цветочек у нас должен получиться. И сейчас мы с вами продолжаем. Дальше, друзья, набираем снова 5 бисеринок синего цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой, смотрите, через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее, набираем 1 черную. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5 на следующем лепесточке. Подтянули. Далее, снова набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку, вторую, после той, с которой выходит ниточка. Подтянули. Набираем, ой, выпало. Набираем 1 бисеринку черную. И опять проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5 на следующем лепесточке. Снова набираем 5 бисеринок. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку, после той, с которой ниточка выходит. Подтянули. Снова набираем 1 бисеринку черную. И проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Подтянули. Вот что получается. Дальше. Опять набираем 5 синих бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой опять через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Опять набираем 1 черную. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Вот что у нас с вами должно получиться. Далее снова набираем 5 бисеринок. Опять же синего цвета. И проходим иголочкой через одну бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтянули. Набираем 1 бисеринку черную. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5 на следующем лепесточке. Далее снова набираем 5 бисеринок синих. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую, после той, с которой выходит ниточка. И в последний раз в этом ряду набираем 1 черную бисеринку. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. А также через 2 бисеринки, идущие после нее. Всего мы с вами должны пройти через 3 бисеринки. Подтягиваем. Далее, друзья, переходим к следующему ряду. Набираем с вами 5 бисеринок синего цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 1 синюю, 1 черную и 1 синюю. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Далее набираем 5 синих. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Вот что, друзья мои, у нас с вами должно получаться. Далее мы набираем 1 синюю, 1 черную и 1 синюю. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой, точнее, через вторую бисеринку с набора по 5 на следующем лепесточке. Вот так, друзья мои, мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий ряд снова делаем вместе. Итак, друзья, дошли мы с вами до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали 1 синюю, 1 черную и 1 синюю. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. А также через 2 бисеринки, идущие после нее. Вот, друзья, что у нас с вами должно было получиться. Дальше набираем 5 бисеринок, снова синего цвета. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку, вторую, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки синих, и проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку. Подтянули. Далее снова набираем 3 синих бисеринки. Проходим иголочкой через вторую бисеринку на следующем лепесточке с набора по 5. Подтянули. Далее набираем 5 бисеринок, опять же, синего цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтянули. Дальше набираем снова 3 бисеринки синих. Проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку. Подтягиваем. Вот, друзья, ну и что у нас с вами должно получаться. Продолжайте до конца самостоятельно. И следующий ряд, опять же, начинаем вместе. Дошли мы с вами до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали 3 синих бисеринки. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. И через 2 бисеринки, идущие после нее. Подтягиваем. Вот, друзья, что у нас с вами должно было получиться. У нас уже начинает вырисовываться цветочек. Дальше мы набираем 5 бисеринок синих. Проходим иголочкой через одну бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Набираем 3 бисеринки синих. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Подтянули. Далее набираем 1 бисеринку черную. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Подтянули. Далее набираем 3 бисеринки синих. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5 на следующем лепесточке. Подтянули. Далее набираем с вами 5 бисеринок синего цвета. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтянули. Дальше набираем 3 синих. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, который находится ниже. Подтянули. Набираем 1 черную. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Подтягиваем. Так продолжаем до конца ряда. И следующие опять же делаем вместе. Итак, друзья, дошли мы снова до конца ряда. Набрали опять 3 бисеринки синих в последний раз в этом ряду. И проходим иголочкой через вот эту бисеринку, с которой ряд начинался. А также через 2 бисеринки, идущие после нее. Подтянули. Далее набираем 5 бисеринок синего цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через одну бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки синих. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Далее набираем 1 синюю, 1 черную и 1 синюю. И проходим иголочкой через среднюю синюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Вот что у нас с вами должно получаться. Дальше набираем 3 бисеринки синих. И проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Подтягиваем ниточку. Дальше набираем 5 бисеринок синих. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтянули. Далее снова набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через вот эту среднюю с набора по 3 синюю бисеринку. Дальше набираем 1 синюю, 1 черную и 1 синюю. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Так мы с вами продолжаем до конца ряда и следующий ряд опять же делаем вместе. Итак, друзья, мы с вами дошли до конца ряда. Набираем 3 бисеринки синих последний раз в этом ряду. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. А также через 2 идущих после нее бисеринки. Подтягиваем. Вот такой вот цветочек у нас с вами должен получиться. Сейчас мы с вами проходим еще один ряд исключительно бисером синего цвета. Дальше следующие ряды у нас будут с уже голубым бисером. Итак, мы набираем 5 бисеринок синих. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 3 синих бисеринки. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, которая у нас ниже. Снова набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту черненькую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки. И проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, на следующем лепесточке. Дальше мы набираем опять 3 бисеринки. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через вторую с набора по 5. Подтянули. Дальше набираем 5 синих бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим иголочкой через вторую бисеринку после той, с которой у нас выходит ниточка. Подтянули. Дальше набираем 3 бисеринки синих. Проходим иголочкой через вот эту среднюю с набора по 3 синюю бисеринку. Далее набираем 3 синих бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через вот эту черненькую бисеринку. Так, друзья мои, мы с вами продолжаем до конца ряда. И опять следующий ряд снова делаем вместе. Итак, все снова дошли до конца ряда. Набираем последний раз в этом ряду 3 синих бисеринки. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. И через 2 бисеринки, идущие после нее. Подтягиваем. Дальше мы набираем 5 бисеринок уже голубого цвета. Я буду его называть голубой. На самом деле он светло-синий, но так будет, наверное, и понятнее. Набираем 5 голубых бисеринок и проходим иголочкой через одну бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки синего цвета. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Подтянули. Далее набираем снова 3 бисеринки синего цвета. Раз, два, три. И опять проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, которая у нас находится ниже. Подтянули. Далее набираем 1 бисеринку черную. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Вот так вот. Дальше набираем 3 бисеринки синих. И проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 в синюю бисеринку. Подтягиваем. Снова набираем 3 синих. Проходим иголочкой через среднюю, точнее вторую с набора по 5. Далее, друзья, набираем 5 бисеринок, снова такие голубого цвета. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они. И проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. После чего набираем опять же 3 синих бисеринки. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Снова набираем 3 синих. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 опять же. Далее набираем одну черную. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке. Так, друзья мои, мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий снова делаем вместе. Итак, друзья мои, мы снова с вами дошли до конца ряда. Набрали последний раз в этом ряду 3 синих бисеринки. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался, и через 2 бисеринки, идущие после нее. Дальше набираем 3, точнее 5 бисеринок голубого цвета. Раз, два, три, четыре, пять. И проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 голубую бисеринку. Далее набираем снова 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через вот эту среднюю голубую с набора по 3. Подтянули. Далее набираем 1 бисеринку, 1 черную и 1 голубую, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 синюю бисеринку. Дальше набираем 3 бисеринки голубых, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, подтягиваем. Далее набираем опять 3 голубых бисеринки, проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5, далее набираем 5 бисеринок голубых, 1, 2, 3, 4, 5 и проходим иголочкой через вторую бисеринку после той, с которой выходит ниточка, подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки голубых и проходим иголочкой через вот эту среднюю с набора по 3 синюю бисеринку. Дальше набираем 3 бисеринки голубых, проходим иголочкой через вот эту среднюю с набора по 3 синюю бисеринку. Далее, друзья, набираем 1 голубую, 1 черную и 1 голубую. Проходим иголочкой через вот эту, среднюю с набора по 3 синюю бисеринку на следующем лепесточке. Дальше набираем 3 бисеринки голубых, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. После чего снова набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Подтянули. Далее набираем 5 голубых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Но у меня заканчивается ниточка. И сейчас я вам покажу, как ее заделывать и как добавлять следующую ниточку. Которая у нас будет длиннее, которая будет следующей рабочей. Те, кто знает, как добавлять ниточки, можете пропустить этих 3 минуты и не смотреть их. Потому что есть некоторые люди, которые мне пишут о том, что если человек берется делать такую довольно-таки сложную работу, то как заделывать ниточку, он знает. Но, если я где-то пропускаю в каком-то мастер-классе, как добавить ниточку, тут же в комментариях под видео всплывает огромнейшее количество вопросов о том, как же добавить эту нить. Поэтому, те, кому неинтересно смотреть, как добавлять нить, вы просто пропускаете этих 3 минуты. Те, кому интересно, пожалуйста, смотрите и делайте это вместе со мной. Набрали мы 5 бисеринок. Проходим иголочкой через ту бисеринку, через которую должны были пройти. То бишь, через вторую, после той, из которой выходит ниточка. И что делаю я? Я прохожу иголочкой вниз через все вот эти бисеринки. Дальше нам нужно запутать ниточку так, чтобы быть уверенными в том, что она у нас не выскользнет в самый неподходящий момент. И все у нас будет хорошо в процессе ношения данного украшения. Я прохожу иголочкой вверх. Затем разворачиваюсь. Смотрите, друзья, мы с вами должны так закрепить ниточку, чтобы у нас нить сама рабочая шла исключительно по ходу ее натяжения. То есть, у нас абсолютно не должно быть ни одной бисеринки, через которую мы бы где-то перепрыгнули. Потому что в процессе дальнейшем, в процессе работы, в процессе ношения этот элемент будет заметен. И особенно, если вы там делаете темный бисеринок и провязываете его светлой ниткой. Вот. На этом ниточку эту можно обрезать. Она нам больше не нужна. Мы сейчас добавляем следующую ниточку и продолжаем. Я завязала узелочек на ниточке. Вот, не знаю, сейчас передаст камера или нет, но тут вот есть узелочек. Дальше. Веру свою заготовочку и прохожу иголочкой. Смотрите, нам нужно, чтобы ниточка вышла с вот этой бисеринки в направлении сюда. Значит, я с этой вот бисеринки начинаю и прохожу иголочкой к самому-самому верху. Вот так. Дальше прохожу через вот эти вот голубые бисеринки. Подтягиваю ниточку. Прохожу через вот эти вот все бисеринки. И выхожу с вот этой, с той бисеринкой, на которой мы с вами закончили. Дальше вы продолжаете работу абсолютно так же, как мы с вами это только что делали до конца ряда. И следующий ряд опять же делаем вместе. Итак, друзья, мы снова дошли до конца ряда. Набираем последний раз в этом ряду 3 бисеринки голубого цвета. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. А также через 2 бисеринки, идущие после нее. Подтягиваем. Вот что у нас с вами должно получиться. Дальше мы с вами набираем 5 бисеринок голубых. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. Вторую после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. Подтянули. Дальше набираем снова 3 бисеринки голубых Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, которая находится ниже Подтягиваем Далее набираем опять 3 голубых бисеринки 1, 2, 3 Проходим иголочкой через вот эту среднюю бисеринку Она у нас черного цвета Дальше снова набираем 3 бисеринки Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку среднюю с набора по 3 Подтянули. Дальше набираем 3 голубых, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, который выше. Подтянули. Набираем 3 бисеринки голубых, проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку с набора по 5. После чего набираем с вами 5 бисеринок голубого цвета. И проходим иголочкой через вторую бисеринку после той, с которой выходит ниточка. Дальше набираем 3 бисеринки голубых, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Далее снова набираем 3 бисеринки голубых, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, который находится ниже. Опять же снова набираем 3 голубых бисеринки, проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку. Средняя с набора по 3. Подтягиваем. Так, мы с вами, друзья, продолжаем до конца ряда и следующий снова делаем вместе. Опять дошли мы с вами до конца ряда, набрали последний раз в этом ряду 3 голубых бисеринки. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался. И через 2 бисеринки, идущие сразу же после нее. Подтягиваем. Вот что у нас с вами должно получиться. И сейчас мы с вами продолжаем. Набираем 5 бисеринок голубых. Раз, два, три, четыре, пять. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Подтянули. Далее снова набираем 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку с набора по 3. Она же средняя. Набираем снова 3 бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку с набора по 3. Набираем одну черную. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. Подтянули. Дальше набираем 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через вторую с набора по 3 голубую бисеринку. Далее набираем снова 3 бисеринки. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Подтянули. Далее набираем 5 бисеринок голубого цвета. Раз, два, три, четыре, пять. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через среднюю голубую с набора по 3. Подтянули. Далее снова набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку среднюю с набора по 3. Подтягиваем. Далее, друзья, набираем 3 бисеринки голубых Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 Дальше набираем 1 бисеринку черную Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 На следующем лепесточке Так мы с вами продолжаем до конца ряда И следующий опять же делаем вместе Итак, друзья, дошли мы с вами до конца ряда Последний раз в этом ряду набрали 3 голубых бисеринки Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался И 2 идущих после нее В моем случае у меня заканчивается ниточка Поэтому я сейчас ее доделаю Добавлю следующий кусочек ниточки И мы с вами продолжим Итак, друзья, мы вышли иголочкой с вот этой вот второй бисеринки Дальше набираем 5 бисеринок желтого цвета 1, 2, 3, 4, 5 Проходим иголочкой через вторую бисеринку После той, с которой выходит ниточка И подтягиваем Дальше набираем 3 бисеринки желтых Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 3 Далее набираем 3 желтых бисеринки Проходим иголочкой опять через вторую бисеринку с набора по 3 Снова набираем 3 бисеринки желтых Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 Подтягиваем Дальше набираем 2 бисеринки черных Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 на следующем лепесточке Подтянули Дальше набираем снова 3 бисеринки желтых Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 голубую Далее опять набираем 3 бисеринки желтых Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 Подтянули Далее набираем 3 бисеринки желтых Проходим иголочкой через вторую с набора по 5 Подтянули Далее, друзья, набираем 5 бисеринок желтого цвета И проходим иголочкой через вторую бисеринку после той, с которой выходит ниточка Подтяиваем Далее набираем 3 бисеринки желтых, проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 3. Далее набираем снова 3 бисеринки желтых, проходим иголочкой через следующую среднюю с набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 Подтягиваем Далее набираем 2 черных Проходим иголочкой через среднюю голубую с набора по 3 Так мы с вами продолжаем до конца ряда И следующий опять же делаем вместе Вот друзья, дошли мы с вами до конца ряда Набрали последний раз в этом ряду 3 бисеринки желтых Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался И через 2 бисеринки, идущие после них Дальше набираем 4 бисеринки желтого цвета Подтягиваем их ближе к работе Пропускаем первую через вторую Проходим иголочкой по направлению к себе Подтянули Дальше набираем 2 желтых Проходим иголочкой через четвертую с набора по 5 Подтянули Вот что должно получиться Далее Набираем 4 бисеринки желтых Раз, два, три, четыре Подтягиваем их ближе к работе Пропускаем первую Через вторую проходим иголочкой Ой, ниточка путается Подтягиваем Далее набираем 2 бисеринки желтых Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 Подтянули Далее набираем 4 бисеринки желтых Подтягиваем их ближе к работе Пропускаем первую через вторую Проходим иголочкой по направлению к себе Подтягиваем Далее набираем 2 желтых Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 Которая у нас ниже Далее снова набираем 4 бисеринки желтого цвета Подтягиваем их ближе к работе Пропускаем первую Через вторую проходим иголочкой После чего набираем 2 бисеринки И проходим иголочкой Будьте внимательны Через 2 желтых Одну голубую Дальше Через 2 черных Одну голубую Подтягиваем Дальше Через 2 желтых Набираем 4 бисеринки Раз, два, три, четыре Подтягиваем их ближе к работе Пропускаем первую Через вторую Проходим иголочкой Подтягиваем Далее набираем 2 бисеринки Проходим иголочкой через среднюю с набора По 3 желтого цвета Дальше Опять набираем 4 бисеринки Подтягиваем их снова ближе к работе Пропускаем первую Через вторую Проходим иголочкой Вот так вот Далее Снова набираем 2 бисеринки желтых Проходим иголочкой Через среднюю Желтую с набора По 3 Опять же Набираем 4 бисеринки желтых Подтягиваем их ближе к работе Пропускаем первую Через вторую Проходим иголочкой вниз Дальше Набираем 2 бисеринки Желтых проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Вот, друзья, что у нас с вами должно получаться. Дальше у нас идет повтор. Поэтому вы продолжайте до конца ряда работу самостоятельно. И на этом первая часть нашего мастер-класса будет закончена. До встречи в следующей второй части по созданию данного уичельского цветочка. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!